Дмитрий Подлесной 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 Все идет по плану. Полным ходом ведется разработка дорожной карты строительства Сургутского кампуса. Предполагается, что научный городок на базе Сургу по масштабам обгонит Сколково и составит достойную конкуренцию российским и международным вузам. Уже сейчас идет межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка. За планированием и проектированием пристально следит округ. Уже утверждены научные кластеры. Это медицина севера, превентивная медицина, IT-технологии, двигательная активность. В эти дни готовится стратегия кампуса. Будут еще и проекты по образованию, инновациям и формированию городской среды. Помимо научной составляющей в городке планируют возвести удобное жилье для профессоров, преподавателей и общежития для студентов. Это позволит привлечь в Сургут успешных в области науки людей. Пока еще нет строительства, пока еще нет собственно возведенных зданий, но мы уже понимаем, что будет в этом будущем кампусе. То есть, какова будет научная составляющая, инновационная составляющая, ну как говорят, начинка того кампуса, который у нас проектируется. На четырех территориях Югры появятся ресурсные центры по развитию технического и технологического дополнительного образования. В этом списке есть и Сургут. Помещений под инновационную площадку нет. Под эти цели будут использовать центр творчества. Уже приобретена часть оборудования. По естественно-научному циклу предметов у сургутских чиновников от образования есть совместный проект с Роснану. О том, что свой технопарк Сургуту нужен, говорят успехи школьников в области робототехники. Да и вообще, в последние годы педагоги отдают все больше приоритет дополнительному образованию. Предоставление детям от пяти до восемнадцати лет таких услуг – это часть федеральных государственных общеобразовательных стандартов. С первого сентября в югорских школах откроются новые вакансии для педагогов дополнительного образования. Конечно, я была бы несказанно рада, если бы один из торговых центров на въезде в город, который сегодня и закрытый, и пустует, был отдан под такой технопарк. И поверьте, насытить среду технопарка мы знаем, как и чем. В рамках августовской конференции будет делегация от агентства стратегических инициатив присутствовать у нас в городе, и уже будет предметный разговор и с руководством города на эту тему. На дворец юных натуралистов денег по-прежнему нет. Напомню, на завершение долгостроя требуется 980 миллионов рублей. Это неподъемные для городского бюджета деньги. Попытки включить дом юнатов в окружные образовательные программы успехом не увенчались. Чтобы все же дождаться открытия, проект нужно как-то удешевить, минимум в два раза. Достичь этого можно путем отказа от некоторых функциональных зон, но не в ущерб зоопарку. Однако, даже если в бюджете найдутся деньги на дальнейшее строительство, сначала предстоит сделать экспертное заключение состояния помещений. Это тоже влечет дополнительные расходы. Завершение должно стать примером, что мы умеем доводить начатое дело до конца. И мы умеем говорить и делать синхронно, не раздавать пустых обещаний. Я за мототрассу, за другие объекты, которые дают возможность организовать свободное время нашим детям цивилизованным образом и на современном уровне. Но я за то, чтобы в нашем городе не было долгостроев, да тем более учреждений, которые связаны с детством. Около ста югорчан приняли участие в работе пятого форума молодежи Уральского федерального округа «Утро-2015». Он прошел в Тюмени. Туда отправили журналисты, ученые, предприниматели и начинающие парламентарии. Наши земляки представили свои идеи на двух дискуссионных площадках – по патриотизму и безопасности здоровья. 25 проектов югорчан заявлены на грантовую поддержку. Экспозицию представителей автономного округа посетила и временно исполняющая обязанности губернатора Югры Наталья Комарова. Вместе с полпредом президента страны на Урале Игорем Халманских она оценила югорские проекты, созданные в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. «Сейчас я работаю с волонтерами. Вы знаете о том, что у нас в Югре мы большое внимание уделяем добровольческому движению, формированию, воспитанию, открытию, вернее. Все это у нас есть. Мы просто создаем условия для того, чтобы люди открылись и поняли, что это востребовано». В одном из торговых центров Сургута прошел фестиваль уличного искусства граффити «Гаражи-2015». 10 участников из Сургута, Ханты-Мансийска, Нягани и Ноябрьска собрались, чтобы посоревноваться в творческом состязании. Какие работы представили художники на суд зрителей, смотрите в сюжете. Настя Стебнева всего год занимается граффити, даже учится в специальной школе «Гаражи». Все свободное время девушка рисует, если не на стенах и гаражах, то готовит эскизы для будущих работ. Музыка помогает придумывать рисунки и воплощать их в граффити. Даже на конкурсе «Настя» в наушниках. Для нее участие в фестивале – это способ самовыражения. У меня такая история была. Друг, который рисует уже граффити, я ему нарисовала на листочке рисунок. Он сказал, если ты нарисуешь на стене, будешь крутой. Я пошла, нарисовала ему назло. Уже в четвертом по счету окружном фестивале граффити участвуют 10 команд. Финалисты прошли отборочный тур по интернету. В Сургут приехали художники из Ноябрьска, Ниагани, Ханты-Мансийска. Определять лучших организаторы пригласили специалистов из Екатеринбурга. Критерии для меня – это качество, техника, задумка, ну и на самом деле настроение. Потому что зачастую за счет этого и уже дальнейший рисунок, как он живет, то есть с каким настроением он сделан, это порой даже важнее будет на самом деле. Участникам фестиваля дали несколько тем на выбор – полет фантазии, морские жители на улицах города и свободная тема. По сути, рисовал каждый, что душе угодно. От красочных единорогов до черепахи с городом на панцире. У нас в Сургуте наблюдается активное развитие. И не только граффити, но в том числе и стрит-арта. Люди делают постеры, стикеры, различные наклейки. Фестиваль проходил в арт-галерее Сургутского торгового центра. Организаторы устроили для гостей настоящий праздник творчества. Музыканты, танцоры, диджеи и даже фотосессия на фоне граффити. Ну а победили и забрали главный денежный приз художники из Ханты-Мансийска. На втором и третьем месте оказались сургутяне. Светлана Стебенькова, Ольга Нахаяба, Фарид Исмаилов. Сургут. Интерновости. Молодо не зелено. В Сургуте отметили День молодежи. В рамках городского фестиваля работало несколько площадок по интересам. Татьяна Расторгуева расскажет подробнее. Отмечать День молодежи разносторонне сургутяне уже привыкли. Ежегодно городские власти радуют новыми программами и интересными идеями. Возможно, именно поэтому фестиваль и получил свое название «Интерес». В этом году, помимо всего прочего, решили сменить и само место проведения торжеств. Вместо площади перед театром Сургу – площадь перед торговым центром Ситимол. В этом году у нас, видите, сложилось так, что 27-й выпало на выходной день, наконец. До этого три года было будние дни. Но вот посмотрим, если все пройдет хорошо, гладко, без проблем. Может быть, на следующий год мы также с Ситимолом будем дружить и попробуем провести еще более масштабный фестиваль. Впрочем, и здесь каждый нашел в себе занятие по душе. Кто-то состязался в пляжном волейболе, кто-то проверил себя в силе и выносливости, параллельно сдав нормы ГТО. Желающие могли пострелять из лука, посетить площадку «Игры нашего детства» и даже найти себе питомца. Мы видим большое количество людей. Большое количество людей видит нас, узнает о нас. Кошки обычно хорошо, вообще животные хорошо пристраиваются даже после таких мероприятий. Даже если не отсюда, то вообще сайта, с передержек уходят, потому что люди узнают о нас и готовы помочь. Особый интерес у гостей праздника вызвала роспись матрешек в национальном стиле. Этот проект для города не новый. В прошлом году он уже был опробован и вызвал неподдельный интерес у его участников. На прошедшем дне молодежи свои умения и навыки могли продемонстрировать более 40 участников – взрослых и детей. Идея такого проекта родилась спонтанно. Долго думали, вспомнили, что у нас есть добрые, милые матрешки, которые когда-то мы в детстве учились разрисовать. И пришла идея, чтобы разрисовать матрешки именно в стиле национальности разных. То есть каждый мог внести какой-то свой национальный колорит, но при этом в русский символ. То есть матрешка – это исконно русский символ. Но любители пораскинуть мозгами могли сделать это сразу в нескольких игровых зонах. Мафия, твистер, игры разума. Чего только не предложили организаторы интеллектуалам города. Мы в принципе за любую, грубо говоря, движуху на молодежном сленге, потому что это весело, потому что это свежий воздух, это счастливые молодые лица. Как бы это, грубо говоря, наша аудитория. Как бы куда идти, как не на День молодежи, если именно молодежь – это те люди, которых мы хотим видеть за настольными играми, за интеллектуальными играми. День молодежи в этом году, по признанию организаторов, получился и зрелищным, и массовым, и название само себя оправдало. То ли еще будет. Татьяна Расторгуева, Фарид Исмаилов, Сургут Интерновости. В День молодежи в Сургуте прошел второй фестиваль экстремальных видов спорта. На площади у Ледового дворца развернулись основные события. Гости праздника побывали на выставке спортивной и внедорожной технике. Мы видели бег в упряжке с джипами, толкание пикапа и автопоезда из двух машин. Все эти сложные трюки показали сургутянам стронгмены из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и, конечно же, Сургута. Сегодня у нас мероприятие посвящено именно все автомобильной технике. То есть все манипуляции будут совершать с автомобилями. Мы уже на протяжении трех лет организовываем турниры по силовому экстриму по всему округу. И на самых знаковых городских праздниках, таких как День города, День нефтяника, День молодежи, мы постоянно работаем, выставляем свою площадку. Ну а завершил День молодежи фестиваль красок Холи-фест. Он проводится в нашем городе уже второй год подряд и ажиотаж среди молодых сургутян только растет. В этом году организаторы постарались сделать праздник немного ярче. Специально для этого подготовили 500 килограммов краски, которой весь вечер обсыпали друг друга гости праздника под музыку начинающих диджеев. В этом году Холи-фест прокатился по 120 к российским городам и даже получил одобрение у высшего руководства страны. Данный вообще фестиваль был поддержан на уровне Росмолодежи, на уровне правительства и был поддержан президентом. То есть, может быть, некое одобрение на форуме Селигер он получил, и поэтому многие регионы переняли. На этом у меня все. Выпуск завершит. Прогноз погоды и коммерческая информация. Спасибо за внимание. До встречи. Весь июнь на радиостанции ДФМ проходила динамичная игра «Десант ДФМ». Ежедневно слушатели охотились за удачей и стикерами с символикой ДФМ. Бороться десантникам было за что. На кону стояло 400 литров бензина. Более 20 счастливчиков вместе со своими командами включились в битву скорости и интеллекта. Радио ДФМ, Денс ФМ, танцевальное динамичное радио. И такой финал десанта, как игра «Энкаунтер», мне кажется, подходит как никогда. Динамика, драйв, интеллект. А вот. И задор. Драйва и задора действительно не занимать. Несколько часов команды ездили по городу, прошли 12 этапов и выполняли задания агентов. От собирания кодов до сочинения стихов и выполнения танцевальных задач. Но самое сложное, как оказалось, подобрать песенную ассоциацию. Что за песня олицетворяет тот или иной реквизит? Реквизит, белый лист и тарелка. Несколько минут активного мозгового штурма и всё сложилось. Белые обои, чёрная посуда. А вот команде «Молиди.ру» удача не улыбалась долго. Ребята даже попытались самостоятельно сочинить песню. Мусор, пикник. Не подходит. Песни какие надо? Песни, песни, песни. Песни. Только мусор. На земле. По лицу. Самой быстрой и эрудированной стала команда «Пятница 13-я». Ребята уже несколько лет играют в «Энкаунтер», поэтому сорвать куш ДиЭФМ не составило труда. И даже раскрыли нам секрет успеха. Друзья. Солоченность, доверие. Друзья. Друзья. Дружеские отношения. Да, это самое лучшее, чем может быть. Мы знаем, кто на что гораст. И когда мы приезжаем на локацию, мы знаем, кто на что гораст и что может сделать. И мы туда не идем. Мы что-то другое делаем. И поэтому мы как-то собрано все делаем, и это быстро, легкостью все происходит. И мы чаще выиграем. Второе место заняла команда Андрея Станина. Третье место получила команда Степана Золотарева. 400 литров высокооктанового топлива в команде победителя Артема Хохлова. А вот это все, что я пятница. Ребят, поздравляю вас уже. Доброе утро. У-у-у-у! Ребят, поздравляю вас уже. Всегда рады оказать профессиональную помощь в организации грузоперевозок. В том числе и ваших домашних вещей со скидкой 50%. Звоните 61-40-30. Кредитный потребительский кооператив «Тюменский фонд сбережений» предлагает выгодные сберегательные программы. Программа «Вторая пенсия». Ставка до 25% годовых. Приглашаем вас стать пайщиком кооператива. В связи с закрытием отдела кожи и меха в магазине «Адам» большая распродажа. Скидки на мужские и женские норковые шубы 50%. Магазин «Адам». Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3,2. Второй этаж. Телефон 37-63-77. И о погоде на 30 июня. Здравствуйте. В студии Елена Ливанова. Кожаные изделия. От салона меха и кожи с олени коллизиони. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, пульсированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Улица Рермонтова, 11, дробь 5. Ночь на вторник погода в Приобе обусловится теплым и относительно сухим сектором циклона. А днем скажется влияние холодного атмосферного фронта, сопровождаемого локальными ливнями, грозами и порывистым ветром. Ночью в Сарбути окрестностях малооблачно и без осадков. Направление ветра юго-западное 1,6 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17,22. Утром небольшая облачность, осадков не ожидается. На Солбиках термометров около 25 градусов тепла. Днем облачно, с прояснениями, к вечеру местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. При грозе порывистый. Температура плюс 26,31. Новая коллекция «Весна-лето-2015». Для мужчин и дам в сети салонов обуви «Саламандер». «Саламандер» – качественная обувь по доступным ценам. В сети магазинов «Саламандер» скидка на всю коллекцию до 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление немного понизится и составит 752 миллиметра ртутного столба. Жаркие скидки в «Карапузе». Подгузники и влажные салфетки «Памперс» теперь дешевле на 25%. Только с 12 по 30 июня. «Карапуз». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Нужна недорогая, качественная и модная мебель? «Фабрика Комфорта» проводит акцию «Переоценка ценностей». Теперь вся наша продукция стала еще доступнее. Шкафы-купе, гардеробные, кухни, детские, из экологически чистых материалов по новейшим технологиям. Улица Киртбая, 19, торговый центр «Магаз», 3 этаж. Телефон 51 10 70. «Фабрика Комфорта» ликвидирует складские запасы. Ваша мебель может стоить в два раза дешевле. Предложение ограничено. В салоне меха и кожи «Солени Коллизионе» грандиозные скидки на всю демисезонную коллекцию 70%. Дубленки от 18 тысяч рублей. «Солени Коллизионе», «Сургут Ситимол», 2 этаж. Скидка на демисезонную коллекцию 70%. Я желаю вам удачи, будьте здоровы, до свидания.